Приветствую вас, мои маленькие любители криптовалют. Сегодня мы будем с вами делать 10 крипто-предсказаний на 2024-2025 год и говорить о том, как мы можем с вами на этом заработать. Поможет нам в этом великолепный магический молот Торо. Он наделен светлой магией и помогает хорошим людям зарабатывать на крипте. Мы обратимся к нему с важными вопросами и получим все интересующие нас ответы. Первое, с чего хочется начать, то что 2024-2025 год, вероятно, будет историческим для всей крипты. Я думаю, что это будет самая мощная бычка, которая, в принципе, была на крипте. Ну, а прежде чем мы перейдем к нашим предсказаниям, давайте обсудим, что уже получилось сделать в 2023 году и какие предсказания сбылись. Ну, первое предсказание. Это, конечно же, откуп биткоина на самом дне в районе 16-20 тысяч долларов, если вы уже год-полтора подписаны на мой YouTube, Telegram-канал. Если, кстати, на Telegram-канал не подписаны, обязательно подписывайтесь. Ссылка под этим видео, там много полезной инфы по крипте. Собственно, у нас с вами получилось купить биток по самому дну. Я не знаю, вы держите его сейчас или уже продали. На текущий момент он торгуется на уровне 60 тысяч долларов. Но так или иначе, мы с вами практически филигранно предугадали дно биткоина. Единственное, что я думал, конечно, что у нас будет еще движение в сторону 12 тысяч долларов, но мы сразу пошли наверх. Второй пункт, который получилось также неплохо предвидеть, это движение по некоторым альткоинам. Если вы смотрите регулярные ролики на моем канале, то в декабре 2023 года я выпускал видео с набором альтов из своего спотового портфеля. В частности, из него Sui дал 3 или 4 икса уже, Arbitrum 2 икса, Optimism 2 икса, Aptos вот на текущий момент дал почти 2 икса, как я снимаю это видео. Там видео мы снимали на 7 долларах за Aptos, сейчас он торгуется уже по 14. Конечно, было еще множество всяких мелких сделок, которые я освещаю у себя в Telegram-канале. Опять же, если не подписана, ссылка под этим видео. Но это были такие самые основные моменты. Теперь давайте зададим нашему молоту вопросы и получим интересующие нас ответы. Первый вопрос, который лично меня интересует, это что же будет с биткоином в 2024-2025 году? Ну, мое мнение и мнение молота замечательного. Да-да! То, что биткоин обновит свои исторические хайи, это как минимум... Это просто охуенно! Я думаю, что целевая отметка для биткоина это порядка 150-200 тысяч долларов. С чем я это связываю? Ну, во-первых, масса adoption биткоина, принятие EDF, новые деньги от институционалов в рынке. И даже сейчас, на момент съемки этого видео, 29 февраля 2024 года, у нас нету какой-то массовой истерии по поводу биткоинов, как это было в 2021 году. У нас нету нулевой ставки ФРС, у нас достаточно мало ликвидности в системе со стороны американских юзеров. При этом при всем биткоин уже 60 тысяч. Да, то есть мы с вами сделали практически... Не практически, а 4 икса за 2023 и вот первые два месяца 2024 года. То есть на дне биткоин стоил 15500, по-моему, в 2022 году. И сейчас 62 тысячи долларов. Вот конкретная цифра на сегодня. И здесь, наверное, нам стоит задать следующий вопрос Молоду. Молот, а стоит ли нам покупать биткоин по 60 тысяч долларов, если мы рассчитываем, что он будет 150 и 200? Может быть, даже чуть больше. Я считаю, что нет. Попробую, попытаюсь объяснить. Во время того, как у нас будет происходить бычка, то есть накачка биткоина дальше, там на 100, 150, 200 тысяч долларов, у нас в любом случае будут происходить какие-то коррекции. И если мы говорим с вами именно про локальные движения, когда мы находимся на уровне 60 тысяч долларов, мне кажется, это не самая лучшая цена для инвестпозиции. Если говорить вот прямо на текущий момент, мне кажется, что есть смысл купать биткоин ниже 40 тысяч долларов. При подходе к 40 лесенкой можно будет докупаться вплоть до 30, может быть, 20 тысяч. Я не знаю, до каких отметок он может устоять. И здесь, на самом деле, второе предсказание, которое я делаю на 2024 год, это флэш-краш на биткоине. Что такое флэш-краш? Флэш-краш – это ситуация, которая была на 2022 году, когда он биткоин буквально за пару-тройку дней делает порядка 50, нет, даже там 60% было слива за 2-3 дневные свечи. Это произошло на фоне ковид-дамба, там экономика останавливалась, майнеры останавливались, весь мир шел куда-то не туда. Но все быстро восстановилось, биткоин вернулся к своим прежним значениям, рынок перепаниковал, потом быстро восстановился. И вот я ставлю на то, что такое событие должно произойти в 2024 году, как минимум для того, чтобы очистить рынок. И молот говорит, молот-то со светлой магией не врет, то, что флэш-краш будет, флэш-краш будет. И я думаю, то, что дадут еще возможность купить битки по нормальной цене. И даже если не дадут, то у нас есть с вами следующее предположение. Третье. То, что эфир в какой-то момент времени начнет обгонять по своему росту биткоин. Я не говорю о том, что эфир полностью заменит биткоин, я говорю именно о том, что эфир за 2024-2025 год вырастет больше, чем вырастет биткоин. Давайте на конкретных цифрах. Вот на текущий момент стоимость эфира составляет 3000 долларов. Если мы говорим с вами о том, что биткоин будет стоить 100 тысяч долларов, то его стоимость текущих вырастет примерно на 80%. Если же мы говорим с вами про эфир, то я думаю, что для эфира минимальное значение это 10 тысяч долларов на следующей бычке. Я, если честно, и обрадовался. Поэтому я считаю, что развитие экосистемы эфириума, развитие L2-решений, развитие различных приложений, игр, внедрение институционалами эфириума и еще, кстати, сейчас идет важный нарратив на то, что в ближайшее время будут принимать спотовый ETF именно на эфир. Это все будет способствовать тому, что эфир в обозримой перспективе может обогнать по темпам роста биткоин. Но есть самый интересующий вопрос, а какие значения ценовые нам ждать по биткоин и по эфиру? Молот со своей замечательной светлой магией подсказывает нам то, что порядка 15 тысяч долларов за эфир и порядка 150 тысяч долларов за биткоин. Это те значения, у которых можно фиксировать, начинать прибыль на обычном рынке, если вы являетесь долгосрочным инвестором. Могут ли по пути к этим цифрам быть какие-то серьезные просадки на 30, 40, 50, 60%? Могут. Но если мы говорим с вами про снижение ставок ФРС, про то, что в биткоине скоро произойдет халдинг и уменьшение цены за блок, если мы говорим с вами про то, что мировая финансовая система находится под серьезным давлением и скоро снова придется печатать деньги и, скорее всего, снова будет разгон инфляции, то все это, естественно, поспособствует тому, что крипта будет очень и очень сильно расти. Да, кстати, друзья, если вы торгуете криптой, напоминаю вам, что делать это лучше на бирже Bybit. Биржа проверенная, надежная, входит в топ-3 по CoinMarketCap, по объемам торгов и является бесспорным лидером на территории СНГ. Никаких санкций, рабочие петупи и так далее. Плюс, если вы регистрируетесь по ссылке под этим видео, то получаете бонусы до 30 тысяч долларов. Плюс от нашего проекта, если вы регистрируетесь с депозитом от 500 долларов, вы получаете тестовый доступ на 14 дней в наш закрытый канал. Все подробности по ссылке под этим видео. Переходите, регистрируйтесь. А мы продолжаем с вами. Четвертое у нас уже на очереди предсказание. Это самый ожидаемый дроп. Для тех, кто не знает, что такое аирдропы, посмотрите, в подсказках будет отдельное видео. Там более подробно мы рассказываем про тему аирдропов. Самый ожидаемый дроп — это Layer Zero. Для тех, кто не знает, что это — протокол, который позволяет обменивать монеты между разными блокчейнами. То есть, по сути, соединяет более 50 блокчейнов в одну экосистему, если очень сильно упростить, и дает возможность беспрепятственно производить обмен. Уже сейчас многие люди там активно прогревают свои кошельки, рассчитывают на дропы. Если мы говорим с вами про потенциал этого дропа, то он действительно неплохой. 260 миллионов долларов собрали инвестиций, 3 миллиарда — текущая рыночная оценка. И если вы занимаетесь дропами, то мимо Layer Zero проходить точно не стоит. Посмотрим, как все выйдет, но я думаю, что здесь наградят пользователей достаточно щедро. Двигаемся дальше. Пятое предсказание — то, что Аптос и Суи, какой-то из этих проектов, вполне себе может повторить успех Соланы. Давайте мы сразу договоримся, что в этом видео нет финансовых рекомендаций. Я не говорю им, что надо что-то купить, что надо что-то продать. Мы просто посылаем запросы во Вселенную и получаем ответы. И вот замечательная Вселенная нам подсказывает, что за Аптосом и за Суи стоят очень интересные команды, очень интересные фонды. И задумка у них в чем-то похожа с тем, что изначально было на Солане. Аптос и Суи — достаточно быстрые, достаточно масштабируемые блокчейн-проекты. Там реально серьезные ребята из Фейсбука пришли всей этой историей заниматься. И вполне вероятно, что те цены, которые мы видим с вами на текущий момент, Суи торгуется порядка полутора долларов за одну штуку, Аптос порядка 14 долларов за одну штуку, то здесь мы говорим о том, что в 2025 году эти значения могут быть как минимум x10. Как минимум, я подчеркиваю. Потому что нам очень сложно прогнозировать объем ликвидности, которая будет влита в рынок. Нам очень сложно прогнозировать действия ФРС, нам очень сложно прогнозировать, как будет вести себя американский ритейл, который на самом деле является одной из главных движущих сил для крипторынка именно во время бычки. Потому что когда приходят новые люди, когда приходят новые деньги, когда разгорается фумо, массовое фумо со стороны ритейла, конечно, и происходит все самые интересные движения. Для примера сейчас, если вы зайдете в Google Тренды и посмотрите, насколько люди интересуются биткоином, то эти значения практически у своих донных значений. И даже несмотря на то, что биткоин стоит уже 60 тысяч долларов, никакого фумо вот такого прям глобального на рынке нет. То есть пока ваши одноклассники не начнут вам звонить про биткоин, говорить о том, что, блин, я там вложился в альты, они не выросли рано. Ну то есть мы здесь говорим не о том, что это произойдет завтра, мы говорим о том, что это произойдет на протяжении полутора-двух лет. И вот как раз таки Аптос и Суи это те проекты, на мой взгляд, которые есть смысл держать в своем портфеле на 2024-2025 год. Но если вы вдруг не знаете, что такое Аптос, посмотрите, ссылка есть у меня на канале, оставлю вам в подсказках. Двигаемся с вами дальше. На очередь у нас шестой пункт, а именно Ripple. Я считаю то, что Ripple с текущих значений, на текущий момент он торгуется порядка 50 центов, в 2024-2025 году даст минимум 10x. С чем это связано? Объясняю. Я знаю то, что многие люди скептично настроены к Ripple, и Ripple это один из главных мемов в крипте, но за Ripple, во-первых, стоят очень серьезные люди, которые очень давно занимаются этим проектом. И если вы копнете вглубь Ripple, да, то есть я думаю, вы знаете, что это там система платежей, сертифицированная по стандартам ISO, и так далее. Но если вы начнете погружаться прям глубоко в этот проект, то вы увидите то, что у них уже налажено сотрудничество со многими банками. Вы увидите то, что уже многие банки используют их технологии для того, чтобы совершать платежи. И вы увидите то, что если сейчас мировая финансовая система начнет отходить от SWIFT, например, как к каким-то другим альтернативам, то Ripple будет первой компанией, которая от этого, вероятно, очень-очень сильно выиграет. На текущий момент Ripple пользуются порядка 50 компаний по всему миру. Объективно, это немного. Но давайте подождем, что будет в новой экономической реальности. Мы же видим с вами то, что происходит множество военных конфликтов. Мы видим с вами конфликт на Украине, конфликт в Китае, на Тайване имеется в виду, конфликт в Израиле. И мы понимаем то, что, вероятно, все вот эти вот сплетения событий, они приведут к тому, что финансовая система будет потихонечку перезагружаться. Возможно, возможно, Ripple тоже в этом поучаствует. А возможно, это будет просто какой-то хайп 24-25 года, и вся крипта улетит на 10 сексов, Ripple улетит вместе с ней. Но так или иначе, мое мнение, то что Ripple — это один из тех проектов, которые действительно заслуживают внимания в спотовом портфеле. Да, кстати, друзья, если вы случайно попали под это видео, и хотите разобраться в теме крипты, у нас есть замечательный бесплатный курс «Быстрый старт крипте с нуля за 5 дней». Ссылка находится под этим видео, в рамках него вы разберетесь с тем, что такое крипта, как зарабатывать, как грамотно инвестировать, как пользуются биржами и так далее. Обучение полностью бесплатное, ссылка под видео. Переходите, проходите, самообразовывайтесь. Честно говоря, я уже сбился, какое там у нас по счету предсказание. Давайте просто пусть оно будет следующее. Следующее предсказание — это популярность L2 решений на сетях биткоина и на сетях эфириума. Сейчас основной нарратив идет именно на эфириум. С чем он связан? С тем, что проводить транзакции в эфире достаточно долго, достаточно дорого. И, как правило, решения L2, они стремятся решить проблему блокчейна эфира. То есть они делают его более быстрым, более масштабируемым и более безопасным, что спорно. Но для нас с вами самое важное, то, что на текущий момент объем запертой стоимости во втором уровне эфира составляет порядка 27 миллиардов долларов. И это, с одной стороны, вроде немного относительно общей капитализации крипторынка. Копейки, совершенно копейки. Но, с другой стороны, мы понимаем то, что деньги сюда идут. И если мы посмотрим с вами именно на график того, как движется ТВЛ, то мы видим то, что тренд здесь явно восходящий. Вероятнее всего, эта стоимость будет расти. Следующее предсказание – это то, что геймфай-сектор будет одним из лидеров роста в крипте в 24-25 году. Что я подразумеваю под лидером роста? Мы говорим, биткоин вырос на 100%, геймфай-сектор вырастет относительно биткоина на 1000%. Объясняю, почему я так считаю. Когда мы говорим о том, что нам нужно привлечь людей ритейл в крипту, нам нужны какие-то простые, понятные нарративы. Есть два, как по мне, основных нарратива, которые сейчас очень хорошо работают. Первый – это мемкоины. Всякие вот эти ПП, доги, шибы, флоки и так далее. И второй тип нарративов – это как раз-таки геймфай. Просто вспомните, сколько ваших знакомых узнали про крипту, когда появился Степан. Для тех, кто не знает, была раньше такая игрушка, ты покупаешь кроссовки, ходишь, и тебе начисляются монеты. Да, это имеет немножко пирамидальную конструкцию. Да, мы сейчас не будем погружаться в суть. Но сам факт – то, что когда ты даешь людям простой, понятный нарратив, типа «Приди, сделай что-то, заработай денег на крипте», или там «Приди, создай кошелек, купи себе эти NFT-кроссовки и ходи в них получай деньги», люди начинают так или иначе узнавать про крипту. Еще раз, мы сейчас не говорим «Плохо это», «Хорошо это», но мы с вами говорим о том, что если у нас на текущем рынке будут выходить новые геймфай-проекты, то есть смысл на них поглядывать. Если говорить про сами игры на блокчейне, конечно, по большей части все эти игры пока что, ну, такие сомнительные. Если мы говорим про графику, если мы говорим про игровые движки, пока что до обычных игр им довольно далеко. Но вот именно в 24-25 году, я предполагаю, будут выходить новые интересные проекты. То есть вы должны понимать, что если есть какая-то крутая команда разработчиков, у них есть крутая идея, крутая игра, они не будут выходить на «Медвежки». Ну, смысл, чтобы их токен укатали на 90% и потом говорили, что это скам? Нет. Сейчас мы находимся с вами в уникальном времени. Сейчас очень многие проекты готовятся к выходу и просто ждут подходящего рыночного момента для того, чтобы выйти со своим токеном в рынок, обеспечить ему хороший интерес со стороны ритейла и при этом продолжить дальше расти. Плюс, чтобы ритейл дальше пушил эту историю. Потому что ритейл должен не только зайти там, купить токены, ритейл должен еще играть, ритейл должен распространять инфу, как о том же степне и так далее. Если мы говорим с вами про плюсы игры на блокчейне, ну, они такие достаточно сомнительные. Тут можно приводить множество разных примеров, что вот якобы игры, которые лежат на сервере какого-нибудь Steam'а, они централизованы, к ним имеется доступ, а игры на блокчейне, они децентрализованы, да, и мы там можем продавать вещи через NFT и так далее. Насколько это нужно обычному рядовому человеку? Вопрос спорный. Кто-то говорит, что нужно, кто-то говорит, что не нужно. Но мы здесь с вами говорим чисто о том, как мы можем это использовать в свою сторону. А если у нас будет такой нарратив, если у нас будет такой хайп, я предлагаю вам этими возможностями все-таки пользоваться. Следующее предсказание связано с тем, что у нас будет рост популярности криптокошельков и рост популярности DeFi-приложений. С чем это связано? Если вы хотя бы пару лет в крипте, то вы помните то, что не так давно со скамерами с биржей FTX. И сейчас, когда люди приходят в крипту, вот даже самые-самые новички, они уже понимают то, что когда они хранят деньги на бирже, они доверяют эти деньги бирже и нет разницы хранишь их в банке или на бирже. Люди приходят в крипту часто именно за свободой, за децентрализацией. Мы сейчас не говорим о том, что это там нереально, о том, что это не до конца так и так далее. Мы говорим о том, зачем сюда приходят люди. И когда мы об этом говорим, мы понимаем, что людям нужны будут для этого инструменты. Хотим воспользоваться? Пожалуйста, покупаем токены кошельков. Например, мы вот не так давно совершали сделку по C98, по-моему, покупали его в феврале. Он за месяц дал типа там 70 или 80% роста, что вполне неплохо. ТВТ, да, тоже самое. Помните, какой ралли устраивал? Там с одного доллара ходил на два с половиной. И я думаю, что это только начало. То есть все, что мы видим с вами сейчас с точки зрения альткоинов, связанных там с Dex, с кошельками, это вообще ничто по сравнению с тем, что нас ждет на бычке. Потому что когда сюда придут реально новые люди, когда сюда реально придут миллионы новых пользователей, цифры здесь будут совершенно другие. Ну и на десерт, если я правильно посчитал, это уже у нас 11 предсказание. Я думаю, нас ждет новый бум веб 3.0 социальных сетей, то есть так называемых social fight. В чем здесь смысл? Если вы пользуетесь Facebook, это социальная сеть типа веб 2.0, то есть когда есть Facebook, его сервера там лежат в Америке, и Facebook делает все, что хочет. То есть если вы ведете контент на Facebook, вы должны строго соответствовать всем требованиям Facebook. Вы не можете там кого-то оскорблять, вы должны кого-то любить, вы должны там делать определенные вещи и не делать других определенных вещей. И мы сейчас не будем их трогать для того, чтобы не попасть под политику правил YouTube. Но суть здесь какая, то что вы, по сути, являетесь заложником этой системы. Если вы сказали что-то не так, вас забанят. Если вы сказали два раза что-то не так, ваш аккаунт удалят, ваши подписчики вам не принадлежат. Почему? Потому что так решило руководство Facebook. Ну что это за пиздец такой? В чем фишка социальных сетей типа Web 3.0? В том, что все подобные вопросы там будут решаться при помощи голосования в DAO. Ну вот представьте себе ситуацию. Приезжает в Россию какой-нибудь американский журналист, берет интервью у какого-нибудь важного человека, потом приезжает себе обратно в Америку, где, как мы все знаем, свобода слова, демократия, говорит что хочешь, делай что хочешь. Америка! Это крутая страна! А ему, по сути, не дают продвигать это интервью на массовых каналах. Ему там дали какой-то определенный медиаресурс, да, там Илон Масс дал ему твиттер, вот он там работает. Если мы говорим про то, что говорят про этого человека в других социальных медиа, его там называют не журналистом, то, что он вообще не человек, враг Америки и так далее. Является ли это свободой слова? Ну, как мне кажется, нет. То есть мы сейчас тут никого не защищаем, мы ни за кого не агитируем, мы просто говорим. Является ли это свободой слова? Ну, мне кажется, нет. Если вы пропагандируете свою повестку, пожалуйста, дайте высказаться другим людям. Но, к сожалению, это так не работает. И вот социальные сети типа Web 3.0, они призваны как раз-таки сделать действительно социальные сети, в которых будет условная свобода слова. Почему я применяю здесь слово условное? Потому что у нас здесь будет не какая-то централизованная организация по типу Facebook, которая будет решать, что этого можно, а этому нельзя, а у нас тут будет группа людей, которые пользуются непосредственно соцсетью, которые будут решать, этого автора мы оставляем, этого автора мы блокируем и так далее. Плюс в социальных сетях типа Web 3.0 у авторов будет гораздо больше доступа к монетизации контента. Если сейчас вы делаете посты в Telegram или там Facebook или в YouTube, ну в YouTube с этим, давайте скажем честно, получше, то по сути все деньги за рекламу забирают себе социальные сети. И не важно то, что вы генерируете контент, не важно то, что вы привлекаете людей в этот Facebook, ВКонтакте, Инстаграм или куда-то там еще, вы не получаете никаких денег с рекламы. В социальных сетях типа Web 3.0 можно было бы организовать эту проблему достаточно просто. Вот у нас есть соцсеть, например там 30% уходит самой социальной сети и 70% уходит креаторам контента, которые собственно и привлекают людей в эту социальную сеть. Так или иначе, присмотритесь к проектам типа SocialFi. Я думаю то, что это будет действительно хайповая история и все те проекты, все те цены, которые мы видим с вами на текущий момент, это ничто по сравнению с тем, что нас ждет на замечательном крипторынке в 24-25 году. Если это видео было полезным, не забудьте поставить лайк, пишите вашу обратную связь в комментариях и до скорых встреч.